Глютен Глютен Непереносимость глютена может вызвать туман в голове и чувство облачности. Это ненормально. Не миритесь с этим. Если такое чувство преследует вас постоянно, попробуйте перестать есть мучное. Проблема может сразу решиться. Третье. Перепады настроения. Если ваш кишечник недоволен пищей, которую он получает, то недовольным будет и мозг. Люди с непереносимостью глютена часто очень раздражительны. Их мучает беспокойство, преследуют перепады настроения. 4. Хроническая мигрень. Головные боли время от времени появляются у каждого человека. Но люди, страдающие от непереносимости глютена, сталкиваются с ней чаще всего. Обычно у них начинает болеть голова через 30-60 минут после еды. 5. Кожный зуд. Непереносимость глютена почти всегда приводит к воспалительным процессам и аллергическим реакциям на кожу. Люди с этой болезнью часто страдают еще и от экземы и псориаза. Иммунная система воспринимает клейковину как что-то вредное и опасное, поэтому активно продуцирует антитела, которые ее атакуют. При этом возникает сухость и зуд кожи. 6. Фибромиалгия. Это хроническое заболевание, которое вызывает сильную боль в мышцах, связках и сухожилиях. Страдает от нее примерно 4% населения Земли, главным образом женщины. Употребление мучных продуктов может привести к обострению болезни, а отказ от них значительно облегчает состояние больного. 7. Хроническая усталость. Если в вашем теле есть поломки, то вам приходится нелегко. О какой энергичности можно говорить, когда разум никак не может избавиться от тумана и чувства тревоги? Усталость и разбитость – постоянные спутники тех, кто страдает от непереносимости глютена. Каждый раз они просыпаются со стойким ощущением, что чувствует себя еще хуже, чем вечером. 8. Непереносимость лактозы. Непереносимость молочных и мучных продуктов тесно связаны. Если ваш желудок не в состоянии переварить лактозу, то, скорее всего, ему также трудно утилизировать глютен. Причина в том, что и молочные, и мучные продукты содержат один и тот же специфический вид сахара, который усугубляет проблемы с пищеварением. Если вы заметили у себя эти симптомы, попробуйте на некоторое время вовсе отказаться от мучных продуктов. Возможно, вся проблема именно в непереносимости глюкозы. 9. Необъяснимое изменение веса. Непереносимость глютена может привести к потере веса, так и к его увеличению без видимых причин. Это происходит из-за воспалительных процессов на клеточном уровне и нарушений обмена веществ. Внезапное изменение веса может сопровождать другие неприятные заболевания. Как победить непереносимость глютена? 1. Пройти тест. Врач возьмет анализ крови и проверит ее на наличие антител, которые обычно присутствуют в крови людей. Перед анализом вам необходимо включить глютен в свой рацион. Это поможет избежать неточных результатов. 2. Исключить клейковину из рациона. Откажитесь от изделий, содержащих пшеницу, ржаную муку, булгур, манную крупу. Всегда проверяйте состав продуктов. Отдавайте предпочтение тем, что содержат пометку без глютена. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.